Всего 150 метров дороги. А точнее того, что когда-то было дорогой. А сейчас стало сплошным лежачим полицейским. Ямы, колдобины и булыжники. Тротуара вовсе нет. И, казалось бы, проблему можно решить дорожным катком. Но что делать, если дорога бесхозная? Целое десятилетие жителей Юдина задаются этим вопросом. Разбитую грунтовку здесь знает каждый. Этот участок соединяет улицы Южную и Пролетарскую. Два округа – Власиху и Одинцовский. Как никто другой, эту дорогу знает местная жительница Ирина Слезкина. Здесь нет никакого освещения. Если нужно кому-то проехать, инвалиду, маме с коляской, это вообще шанса нет. Тротуаров нет, освещения нет. Сплошные ямы – и это в 21 веке. Ирина рассказывает, в таком ужасающем состоянии эта грунтовка была не всегда. Десять лет назад здесь построили платную дорогу и жилые кварталы. Интенсивность движения выросла в разы. Мы с вами постоим здесь пять минут, посмотрим, сколько машин. В час пик машины идут сплошной стеной, просто стеной. Пешеходам негде пройти. А ходить приходится. Разбитая грунтовка для сотен местных жителей – единственный путь на работу к железнодорожной станции и в магазин. С риском для жизни и здоровья его преодолевают и взрослые, и дети. Летом – столбы пыли, зимой – ледяная колея. Осенью и весной путь размывают дожди. У нас многие дети учатся на властье. Они идут пешком в школу. Они идут вот по этим колдобинам среди машин. Представьте, что это такое. И ведь не все родители могут детей проводить в школу. Жители просили помощи у администрации. Но чиновники еще год назад отвечали – помочь рады. Но возможности нет. В соответствии с постановлением администрации Одинцовского округа, указанный в обращении участок не является автомобильной дорогой общего пользования местного значения и является бесхозяйным. А значит, ремонт такой дороги муниципальными силами, как отвечают в письме местные власти, не целевое расходование бюджетных средств. Поэтому местные жители пытались решить проблему самостоятельно. Мы засыпаем там кирпичами, землей, песком. Но этого хватает, не знаю, на три дня. Впрочем, многочисленные жалобы юдинцев все же сдвинули дело с мертвой точки. Исходя из смысла положения федерального закона 257-го и 131-го, содержание эксплуатации автомобильных дорог, расположенных на территории округа, возложено на органы местного самоправления. Независимо от того, является ли автомобильная дорога собственностью муниципального образования или нет. Что касается данного участка автомобильной дороги, то в конце 2023 года был проведен государственный кадастровый учет. Дорога была поставлена в органы Росреестра как бесхозяйная недвижимая вещь. Теперь точку в этой истории должен поставить суд. Признание права собственности муниципалитета и постановка на баланс. И тогда уже ремонт дороги силами администрации станет делом закона. Если все пойдет по плану, о лунном пейзаже жителям Юдина будут напоминать только учебники астрономии.